МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Маргарита Лебедева, сотрудница Одесского проектного института Оргэнергострой, была счастлива, как никогда. Женщина наконец-то получила квартиру в новом доме и уже мечтала, как ее обустроят. Так, 35-й еще вчера одно штукатурили. Угу. Зурела, что ли? За себя, сыр! Вася, здесь мертвец! Утром 20 февраля 1976 года в Одессе по адресу Светлый переулок 8 обнаружили труп мужчины. Дом, где это случилось, принадлежал проектному институту Оргэнергострой и еще не был сдан в эксплуатацию. Многие будущие жильцы дома вышли в то утро на субботник, чтобы помочь строителям подготовить объект к сдаче. Труп мужчины никто из строителей и будущих жильцов, которые вышли на субботник, не опознал. Эксперт-криминалист никаких признаков насильственной смерти не обнаружил. Однако его смутили зрачки покойного. Они были неестественно расширены. Слизистая рта была слишком сухой, а мышцы сведены судорогой. Осмотрев тело на предплечье мужчины, судмедэксперт обнаружил след от инъекции, а на рукаве рубашки пятно крови. Прибыв на место происшествия, следователь Владимир Арапов обратил внимание на запах в помещении. А что за запах? Духи женские. Кто-то разбил флакон, остались только колпачок и фрагмент горлышка. Как называются? Не знаю. Скажу после экспертизы. Арапов предположил, что флакон мог разбиться не полностью, и хозяйка решила забрать надбитый флакон, чтобы спасти духи. Да что вы все про духи, да про духи. У меня есть кое-что поинтереснее. Что, Игорь Серафимович? Инъекционный след на предплечье. Обратите внимание, я так понимаю, что это и есть причина нашей смерти. Может, ему в поликлинике укол сделали? Ни один маломальский грамотный медик не станет колоть в это место. Почему? Подойди покажу. Больно. То-то же. Есть еще какие-то доказательства вашей версии? Расширенные зрачки, сухость срезистой, судорога. И на что это все указывает? Я, конечно, еще проверю и перепроверю. Но как по мне, так классический случай отравления белодонной. Вот как? Я тоже добавлю. Укол мужчине сделали через рубашку. А вот на куртке следов вот прокола и крови я не нашел. Но зато есть два отпечатка. Один на бегунке, а другой на кармане. Дорогая вещь. Импортная. Криминалист сообщил, в кармане замшевой куртки обнаружен след от какой-то жидкости. Что это за вещество, установит экспертиза. Значит, кто он, мы пока сказать не можем. Что здесь делал, тоже. А время смерти? 8.8.30, утром. Кто его нашел? Это вы Сергеева спросите. Он сейчас как раз опрашивает людей. Очень хорошо. Проходите. Ищем его 10. Я так понимаю, труп нашли вы? Нет. Первая дамочка была. Следователь Рапов, вы нашли труп? Да. Товарищи, расходитесь. Субботник окончен. А нам? Вы тоже можете быть свободны. Разговаривая с Маргаритой Лебедевой, Арапов снова почувствовал уже знакомый аромат духов. А что у вас за духи? Как называются? Клема. Настоящие французские духи, они такие дорогие. Так сказала героиня фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» о самых желанных для любой советской женщины духах клема от фирмы Lancome. Флакончик стоил 50 рублей, треть зарплаты, но даже при такой цене достать их было крайне сложно. До начала 80-х мало кто вообще видел, как клема выглядят. Поэтому лишь единицы узнали упаковку парфюма в руках героини фильма Наде Шевелевой. Маргарита Павловна, на месте происшествия мы нашли осколки от флакона с духами. Запах точно такой же, как у ваших. Да, это я духи разбила. Когда? Ну, когда. Труп увидели? Да. Скажите, а вы всегда с собой на субботник французские духи носите? Принесла. Коллеге похвастаться, так сказать. А где коллега? Не пришла. Следователь поинтересовался у Маргариты, знаком ли ей убитый. Женщина ответила, что нет. Тогда что он делал в вашей будущей квартире? Вообще-то это не моя квартира. Хорошо. Что вы делали не в своей квартире? Планировки смотрела, сравнивала с нашей. Не каждый же день новую квартиру получаешь. Следователь не мог понять, почему Маргарита, увидев труп, все равно вспомнила о разбитом флаконе духов и забрала его. Я просто так растерялась. Ну, и потом, это же клема. Ну да, ну да. Я вынужден попросить у вас ваш флакон с духами. Возьмите. Флакон от духов проверили. Именно его содержимое было разлито на полу в новостройке. Экспертиза подтвердила предположение судмедэксперта. Мужчина скончался от большой дозы атропина, растительного алкалоида, вещества, которое содержится в белладонне. Атропин входит в состав многих медицинских препаратов. Его используют в лечении глаукомы, язвы, болезни сердца. Но доза, превышающая один грамм, может быть смертельной. Убитому вкололи около четырех грамм, разведенных в воде для инъекций. Кстати, следы атропина были обнаружены и в кармане куртки убитого. Как и зачем мужчина носил его с собой, непонятно. Следствие работало по двум направлениям. Сыщики проверяли данные о пропавших и отрабатывали отпечатки пальцев, найденные на месте преступления. Один из них удалось идентифицировать. Он принадлежал ранее судимому за квартирную кражу 37-летнему Евгению Громову. В одной из квартир новостройки обнаружен труп неизвестного. Дом, где это случилось, еще не был сдан в эксплуатацию. Мертвого мужчину нашла владелица одной из квартир, Маргарита Лебедева, которая с другими новоселами пришла на субботник. Никто не опознал мертвого мужчину. На куртке убитого эксперт обнаружил несколько отпечатков пальцев, а в кармане следы неизвестной жидкости. Мужчина скончался от инъекции большой дозы антропина. Один из найденных отпечатков идентифицировали. Он принадлежал вору-домушнику Евгению Громову. Громов оказался не только домушником. Выяснилось, что он приходился троюродным братом Илье Дружнику, заместителю председателя правкома Оргэнергостроя. Начальник, чего ждем? Сейчас придет следователь, все объяснит. Здравствуйте. Скажите, вам знаком этот мужчина? Почем я знаю? Посмотрите внимательно. Не, не знаком. А что за мужик? Тогда что ваши отпечатки пальцев делают у него на кармане? Когда Громов услышал про отпечатки, он растерялся. Следователь заметил это. Ты что, начальник, на меня этого жмура хочешь повесить? Не знаю даже, кто он. Начальник, это не мой профиль, не моя специальность. Я таким не занимаюсь. Так, тогда повторяю вопрос. Что ваши отпечатки пальцев делают у него на одежде? И поубедите они, пожалуйста. Ладно. Дело было так. По словам Громова, он оказался в новостройке по просьбе председателя правкома Дружника. Дальний родственник подкинул ему одну работенку. Надо было перетащить кирпичи. Вдруг в окне мелькнула знакомая куртка. Громов решил, что это брат. Пошел наверх поздороваться. Илья! Когда Громов поднялся наверх, то вместо своего брата застал там незнакомого мужчину. Э, мужик! Громов сначала решил просто уйти, но соблазн был слишком велик. Вор вернулся к трупу и обшарил карманы его куртки. Игорь, вот что ты сделаешь, если увидишь мертвого человека? Ну, вызову милицию. Вот. А вы Громов сразу по карманам шарить. Я документы хотел найти. А может бумажник хотел вытащить? Да не было у него бумажника. А скорую я не вызвал. Так это вам светиться возле мертвяка безопасно. А у меня две ходки. Ну, вызвали бы анонимно. Громов объяснил, что мысль позвонить в скорую у него была. Но ему по пути не встретился телефон-автомат. Ну, допустим, мы с Игорем поверим в эту замечательную историю. Только мне одно непонятно. Как вы могли троюродного брата перепутать с незнакомым мужчиной? Да у него была точно такая же замшевая куртка, как у моего братца. И цвет волос такой же. Много снизу разглядишь. Говорю же, куртку увидел и принял за... Илью. Куртку говорите? А больше вы ничего снизу не видели? Видеть не видел. Но кое-что запомнил. Баба там была до меня. Какая баба? А я почем знаю? Громов, у меня достаточно доказательств, чтобы предъявить вам умышленное. Вспоминайте бабу. Да какое умышленное? Я вообще не по-мокрому. Я не видел этой бабы. А с чего ты взял, что баба? Может, мужик? Не, точно баба. Духами фонил, аж на лестнице. Как только следователь услышал про духи, он тут же достал и дал понюхать Громову разбитый флакон, который он изъял у Маргариты Лебедевой. Похоже. Хотя я в этом... Во сколько вы были в новостройке? Где-то в начале девятого. Подтвердить показания Громова никто не мог. Дружник сказал, что помочь с кирпичами он брата просил, но сам на субботнике не был. Приболел. Не сбрасывая со счетов, Громова следователь занялся версией, согласно которой причастной к убийству могла быть Маргарита Лебедева. Женщина солгала, сказав, что опоздала на субботник. По словам Громова, она зашла в новостройку задолго до его начала. Собирая информацию о Лебедевой, следовательно, ткнулся на неожиданные факты. Бдительная вахтерша проектного института рассказала, что за Лебедевой после работы иногда заезжала новенькая «Волга». Ее номер женщина предусмотрительно записала, пока машина стояла на парковке орган из гастроя. За семьей Маргариты машина не числилась. «Волга» принадлежала финансовому управлению города. Следователь отправился туда. В финн управлении подтвердили, «Волга» их. Закреплена за начальником отдела финансового контроля Павлом Леонидовичем Роско. Следователь прокуратуры Арапов. Мы можем повидать Павла Леонидовича? Он в отпуске. Давно? Дело в том, что Павел Леонидович еще неделю назад написал заявление на отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам. А что это за обстоятельства? Я даже затрудняюсь вам ответить. Семьи-то у него нет. Капитан, покажи фотографии. Оперативник показал девушке фото убитого мужчины. Ее реакция была красноречивой. Павел Леонидович, ну как? Что произошло? Что вам известно о его личной жизни? По словам девушки, шеф – человек скрытный. Ничего о личной жизни не говорил. Если давал какие-то поручения не по работе, то потом всегда благодарил, мог раньше отпустить. И что это были за поручения? Вы знаете, похоже, у шефа появилась женщина. Приблизительно год назад. Секретарь рассказала, что Роско стал частенько отправлять ее за подарками, довольно дорогими. А духи французские были? Да, были. Клима. 50 миллилитров, дорогущие. Два часа ждала, чтобы со склада принесли. А вот этих людей вы когда-нибудь видели? Нет. Не знаю. А какие у вас связи с оргэнергостроем по работе? Дело в том, что эти люди там работают. Вы знаете, похоже, я кое-что поняла. Как-то утром, примерно за недели две до убийства, Роско поручил своему секретарю собрать кое-какую информацию о двух людях. Михайлов Нюрова. А кто это? Не знаю. Оба работают в оргэнергостроя. А зачем они вам? Это ведь ведомство нам не подотчетно. Может, мы еще докладуем написать в письменном виде? Простите, Павел Леонидович, я просто хотела узнать, это по работе? По работе, по работе, Лена. Нюрова, так она уборщица. А Михайлов вообще уже не работает в оргэнергостроя. Уволен. Что-то еще о них знаете? Нет, нет. А вот коллеги Роско, подчиненные, они как с ним? Ладили? Конфликтов не было. После разговора секретарша следователь проверил телефонные звонки. Роско выяснилось, что он практически каждый день звонил то на рабочий, то на домашний телефон Маргариты Лебедевой. Последний звонок был сделан утром в день убийства. Роско звонил Маргарите домой в 6 часов. Они беседовали около 20 минут. Маргарита стала главной подозреваемой. Тем более, что возможность достать атропин у нее была. Муж Лебедевой, Петр, работал врачом-офтальмологом и имел доступ к атропин-содержащим препаратам. Когда Маргариту привезли на допрос, она сразу заявила, в день убийства все утро, до того, как пойти на субботник, она была с мужем. И он, конечно же, это может подтвердить. Лебедева не знала, что оперативники уже установили. В ночь с 19 на 20 марта Петр Лебедев дежурил в больнице. Это подтвердили медсестра и две санитарки отделения офтальмологии. Дежурство длилось до 9 утра. Если у меня есть алиби, вы не имеете права меня подозревать. Тогда вы должны знать, что слова мужа не являются достоверным алиби. Я хочу видеть свою жену! Э-э-э! Куда? Стой! Стой! Петя, слава богу, ты здесь! Владимир Иванович, извините. Где ваш начальник? Я хочу поговорить с ним. Сержант, все в порядке. Можете подождать в коридоре. Сначала мы с вами переговорим. 20 марта утром моя жена была со мной. Где была? Что значит где? Дома, разумеется. Я настаиваю, так и запишите. Очень странно. Откуда такая уверенность? Вас в то утро дома не было. Вы дежурили в больнице до 9 утра. Нет. Я с дежурства ушел пораньше. И к 6 утра уже был дома. Я просто хотел отдохнуть перед субботником. И что вы делали, когда пришли? Я не помню. Позавтракал. Ваша жена спала? Ну да. Вы присаживайтесь. Значит, по телефону с убитым разговаривали вы? Я? Нет, я не разговаривал. Ну а кто тогда, если вы утверждаете, что ваша жена спала? Да никто, никто с ним не разговаривал. Да мы даже не знаем его. Ладно. Посмотрите сюда. Следователь показал Петру Лебедеву распечатку телефонных звонков. В ней значилось, что ровно в 6.00 из квартиры Роско звонили в квартиру Лебедевых. Звонок длился 22 минуты. Роско живет один. Это она. Она с ним разговаривала. Ничтожество. На себя посмотри. Тряпка. Истеричка. Ты что думала, я из-за тебя, из-за твоего хахаля под суд пойду? Я не идиот. Да ты даже не мужик. Товарищ следователь, я не хотел вам брать. Это она меня заставила. Я не виноват. У меня алиби есть. Ну потом расскажете. А пока, если позволите, мы продолжим беседу с вашей супругой. Прошу. Это не я, это она. Это она во всем виновата. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Врача! Продолжить допрос Маргариты смогли только через день. От волнения у женщины резко поднялось давление. Ее увезла скорая. Врач прописал Лебедевой сутки покоя. А пока следователь выяснил все, что касалось Петра Лебедева. Как оказалось, тот уже долгое время сожительствовал с другой женщиной. Она ждала от него ребенка. О взаимной неверности супруги знали. Но на развод пара не подавала, чтобы не лишиться новой квартиры. Брак вполне можно было назвать фиктивным. По словам Лебедева, после развода Маргарита обещала разменять квартиру. Во время убийства Роско Лебедев был у своей любовницы и сразу от нее поехал на субботник. Через день врачи разрешили оперативнику Сергееву побеседовать с Маргаритой Лебедевой. Женщина выглядела подавленной. Она сразу начала говорить правду. Да, я была на стройке в то утро, до начала субботника. Паша меня позвал. Сказал сюрприз. Чуть левее. Паш, в такую рань? Ну зачем? По словам Лебедевой, когда Роско привел ее в одну из квартир и показал вид из окна, она не сразу поняла, в чем заключается сюрприз. Оказалось, именно эту квартиру Роско обещал выбить для своей любимой. Сделаю так, чтобы эта квартира была твоей. Паш, как? Это невозможно. Квартиры тут раздали еще до начала строительства. Ну, невозможно. А ты недооцениваешь возможности сотрудника финансового управления. Для чего Роско выбивать для вас квартиру? Вы же и так ее получили. Ну поймите, дом построен по спецпроекту. Три парадные, обычные квартиры, маленькие комнаты. Но квартиры в угловой вставке – это просто мечта. Просторные, светлые, с лоджией и балкона. Ну и как Роско планировал все это провернуть? А как у нас все проворачивают? Связи, презенты, услуги. Паша, он был из тех. Все мог достать. Со всеми договориться. Настоящий мужик. Оперативник поинтересовался. Знал ли Роско, что Маргарита договорилась с мужем о дальнейшем размене квартиры? У нас был план. Паша отдал бы свою однокомнатную. Лебедеву и его приживалке. А мы с ним остались бы в новой. Ну, а если бы Лебедев не согласился? Так кто бы его спрашивал? Вы же Петю видели? Одно название. Ну, поймите, не убивала я Пашу. Я когда уходила, он жив был. По словам Маргариты, Роско хотел осмотреться в новой квартире. Прикинуть, что понадобится для ремонта. Но планировал до начала субботника уйти. Почему вы сразу об этом все мне рассказали? Все-таки погиб ваш любимый человек. Но я же не знала, что это он. Я думала, это дружник. Я когда зашла, труп увидела, подумала, это наш зампредседателя правкома. Из-за его замшевой куртки у него такая же... Куртка, говорите? Импортная, дорогая. Он постоянно мне щеголял. Ну так а в чем был Роско, когда вы видели ее в последний раз? В плаще светлом. Красивый такой, с подстежкой. Я даже не узнала Пашу. Рассказ Маргариты Лебедевой про замшевую куртку заставил сыщиков всерьез задуматься над вопросом, откуда у Роско могла взяться другая одежда. Вещь по тем временам редкая. И куда делся дорогой плащ убитого? Если помните, на куртке нашли два отпечатка. Один на кармане принадлежал Громову, а второй на застежке идентифицировать до сих пор не удалось. Кроме того, в кармане куртки было небольшое пятно, след от атропина. Роско не принимал никаких атропин, содержащих препаратов. Может, куртка действительно с чужого плеча? Тогда появлялись новые предположения. А что если атропин принадлежал хозяину куртки? И что если хозяин куртки зампредседателя правкома Илья Дружник? Следователь вызвал Илью Дружника на беседу, а заодно решил показать куртку. Да, вы знаете... А можете повернуть так? Очень похожа куртка на мою. Но нет, у меня подкладка другая. А где ваша? А знаете, такая история получилась. Я ее почистить пытался, и замша пятнами пошла. Я психанул и выбросил. Это вы поторопились. Я бы на вашем месте покрасил куртку. Замша на ней хорошая. А я пытался покрасить свою куртку, да. А когда куртку выбросили? Недели полторы назад, точнее не вспомню. А где красили? В химчистке. Какой? Слушайте, ну вы прям... Такое внимание к моим предметам гардероба, мне прямо неудобно. Я вам покажу одну фотографию с места преступления. Обратите внимание. Следователь объяснил Дружнику, что куртка, которая была на Павле Роско, ему не принадлежала. Скорее всего, убийца поменялся с Роско верхней одеждой. А я-то тут при чем? А вы, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы просто проверяем. Кстати, где вы находились в момент убийства? Так я вашему помощнику говорил. Я приболел, я дома был. И это кто-то может подтвердить? Слушайте, ну вы меня прям как подозреваемого допрашиваете. Ну, я же не подозреваемый. Не допрашиваю, а спрашиваю. И вы просто свидетель. Мы с вами можем поговорить в любое удобное для вас время. А сейчас в 15 у меня в правкоме заседание, и я кровоизносу должен там быть. Если я не арестован, то я пойду. Ладно. Можете идти. Спасибо. Всего вам доброго. Вот что, Игорь, давай-ка еще раз проверь этого зампредседателя. Так ведь уже проверяли. А ты еще раз проверь. Сделаем, Владимир Иванович. Только сомневаюсь, что будет что-то новенькое. Игорь Сергеев ошибался. Когда в этот раз он опрашивал коллег-дружника, одна из женщин рассказала довольно странную историю. Два года назад, когда институт выделил средства на строительство дома, между Дружником и инженером Михайловым возник конфликт. Ссора разгорелась из-за одной уборщицы по фамилии Нюрова. Эти две фамилии уже всплывали в деле. Информацию именно по этим двум сотрудникам Оргэнергостроя собирала секретарша Роско по его просьбе. Оперативник не смог найти Нюрову. А вот уволенного инженера Михайлова разыскал и встретился с ним. Бывший инженер Оргэнергостроя был уверен, что дружник Жулик проворачивает махинации с квартирами в новостройке. Обвинение серьезное. Знаю, о чем говорю. Я стоял на очереди на квартиру и тут рассчитывал, что все-таки уже наконец-то ее получу. И тут вдруг на мое место возникает некая Нюрова, уборщица, ветеран труда. Ну, а я, знаете, вроде как и неудел. Ну, а вы что-то выяснили? Ну, я начал выяснять и обнаружил, что никто эту Нюрову и в глаза никогда не видел. А квартиру она получила. Так а дружник здесь при чем? Так он ее на работу устроил. Он ей квартиру выбил. Мертвая душа. То есть, получается, в институте она числится, а работать не работает, так что ли? Верно. Я когда... Когда Михайлов заподозрил, что его место на квартиру отдали фиктивному лицу, прямиком пошел к дружнику и пригрозил ему. И чем дело кончилось? Да с работы меня поперли. За что? За антисоветскую литературу. В моем столе журнал обнаружили зарубежно. Да я точно знаю. Это дружник мне его подсунул. Сволочь. Да. Сплошная фикция. В одной из квартир новостройки обнаружен труп неизвестного. Дом, где это случилось, еще не был сдан в эксплуатацию. Мертвого мужчину нашла владелица одной из квартир, Маргарита Лебедева, которая с другими новоселами пришла на субботник. Мужчина скончался от инъекции большой дозы антропина. Личность убитого установили. Начальник финансового управления города Павел Роско. Выяснилось, он состоял в близких отношениях с Маргаритой Лебедевой. Обещал ей большую квартиру в новом доме. Женщина уверяла, Павел в день своей смерти был одет в светлый плащ, а замшевую куртку, в которой его нашли, она на нем никогда не видела. Но точно такая же вещь была у зампредседателя правкома проектного института Ильи Дружника. На вопрос о куртке зампредседателя ответил, что выбросил ее. Сыщики выяснили, Дружник проводил махинации с квартирами в новостройке. Скажите, а вам не хотелось его как-то наказать, отомстить? После увольнения Михайлов все думал, как отомстить Дружнику. Финуправление им заинтересовалось. А ничего? Ну, видать, ни одного меня он объегорил. Постойте, финуправление? Этот человек интересовался Дружником. Он. Павел Леонидович Роско. Фамилия у него редкая, вот я и запомнил. Тогда я ему и рассказал. И про Нюрову, и про Дружника, и про себя. А когда это было? Может, недели три назад? Показания Михайлова кардинально изменили мнение следователя о мотивах убийства. А Рапову все-таки удалось найти ту самую уборщицу Нюрову. Но в институте она не работала, да и не могла. Пенсионерка Нюрова уже год находилась в доме престарелых и страдала склерозом. Женщина даже связно не говорила. Выяснился еще один важный факт. У Дружника давно язва желудка, и ему прописывали атропин, содержащие препараты. У следователя не было сомнений, что Роско решил шантажировать Дружника, чтобы выбить квартиру получше для Маргариты Лебедевой. Возможно, шантаж и стал мотивом для убийства. Как только Дружника доставили на допрос, следователь первым делом сравнил его отпечатки с теми, что нашли на застежке замшевой куртки. Экспертиза показала, их оставил задержанный. Сомнений не оставалось. Зампредседателя правкома касался куртки, в которой нашли убитого Роско. Ну, может, это я у вас в кабинете, когда куртку осматривал. Что, идиотами нас считаешь? Не касался ты ее. Игорь, спокойнее. Ну, дальше вы сами. Ну что, Дружник, нужно отдать вам должное. Долго вы оставались темной лошадкой. А пальчики вообще ни о чем не говорят. У меня мотива не было, я Роско не знал. Вы хитры, но мы хитрее. Следователь решил узнать, не знакома ли Дружнику ветеран труда, уборщица по фамилии Нюрова. Фамилия Михайлов, вам что-то говорит? Вот видите? И Роско вы знали, и мотив у вас есть. Знаете, чего у вас нет? Алиби. Чем вас шантажировал убитый? Дружник, вам не молчать сейчас надо, а говорить. И как можно подробнее. Потому что это, это Дружник-вышка. Под расстрел я не пойду. Да у меня выбора не было. Да неужели? Выборы есть всегда. Давайте по сути. Зачем вы убили гражданина Роско? Да я не хотел его убивать. Он просто сорвался. Илья Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знакомы? Нет. Но пришло время познакомиться. Меня зовут Роско. По словам Дружника, с Роско он встретился за месяц до убийства. Тот подсел в парке. Представился и сразу объяснил, ему нужна услуга. Квартира для одной из сотрудниц института, Маргариты Лебедевой. Отлично. Так вашей Лебедевой и так там дают квартиру. Чего вы беспокоитесь? Мне надо, чтобы Лебедевой дали квартиру во вставке. Это же пятом, шестом. Ну, вы, наверное, не понимаете. Но я не занимаюсь. Распределение квартир. Я прекрасно знаю, кто ты, что ты можешь. И знаю, что просьба моя тебе по силам. А тебе такой должник, как я, пригодится. Ты просто поверь на слово. Приятного аппетита. Ну и что же вы сделали одолжение влиятельному человеку? Не смог. Хорошие, просторные квартиры были розданы. Вообще, в нашем доме 70 квартир только достались сотрудникам института, а 30 – влиятельным людям. Я с трудом смог замять историю с Нюровой. Оттуда троска возник. И что вы сделали? Ну, сказал начальству. Ну, мне сказали, решай вопрос, как хочешь. Ну, что я могу решить? Дружник признался, если бы афера вскрылась, все шишки посыпались бы на него. Павел Леонидович, а что в такую рань? Что-то случилось? Запах, кстати, приятный. Ты мне зубы не заговаривай. Надуть меня решил. Гнида правкомовская. О чем это вы? Об уборщице Нюровой. Которая в результате досталась квартира. Ты что думал, я идиот? Слов твоих не проверю. Роско был очень зол. Он рассказал дружнику, что все знает о подставной уборщице. И что эту квартиру займет дочь председателя правкома. Квартира должна быть Маргарита. Иначе ты и твой председатель. Вы будете у меня сидеть. Послушайте, вы не понимаете. От этой квартиры мое будущее зависит. Да твое будущее зависит от меня. На, полистай. А потом поедем к твоему начальнику. Будешь еще уговаривать отдать квартиру. Что? Просмотрев бумаги, дружник понял, что Роско не шутит. Там были показания Михайлова. Справка из дома престарелых. Справка о членах семьи Нюровой. И другие документы, которые доказывали, что женщина получила квартиру фиктивно. Послушайте. Дружник умолял Роско не давать документам хода. Объяснял, что после того, как дочь председателя правкома получит квартиру, он, дружник, займет его место и в долгу не останется. Даже предлагал взамен квартиру в любом кооперативе. Это ты не понимаешь. Тут дело не в квартире. Дело в принципе. Побеждает всегда сильнейший. А сильнейший здесь я. Готовь квартиру Лебедевой. Дело не в квартире, да? Ну, давайте хотя бы подумать. Тьфу, конечно. Подумай. Тридцать секунд. У меня в квартире дело. А можно было по-человечески решить. То есть вы хотите сказать, что шприц с атропином у вас в кармане оказался случайно? Случайно, я вам клянусь. Я этот атропин в поликлинике беру. Ну, по знакомству, конечно. Он чистый, растительный. При язве я его добавляю в воду. Незаменимая вещь. Ближе к делу. Да я же вам говорю, случайно все вышло. Присаживайтесь, пожалуйста. Дружник каждые две недели покупал лекарства у знакомой медсестры. Делал это в субботу до открытия поликлиники. Поэтому у него в тот день и оказался с собой шприц. Этого вам на целый месяц хватит. Атропин концентрированный. И разводить его нужно не на один литр воды, а на два. Видите, я специально в шприце держу. Удобно трезировать. И, пожалуйста, я вас очень прошу, будьте аккуратны с иголкой. Не укалитесь, там яд. Вот так у меня и оказался этот чертов шприц. Не хотел я Роско убивать. Просто не совладал с собой. Ну, допустим. Но вы же ему не только лошадиную дозу яда вкололи. Вы же еще поменяли его плащ на свою куртку. Зачем? Я когда понял, что весь Атропин ему вколол, испугался. Ну, подумал, если на куртке пятна не заметят, ну, подумают, мало ли, что там может к себе колеть. Когда Атропин стал действовать, дружник снял с Роско плащ. Забрал все из кармана в куртке, накинул ее на плечи умирающему и ушел. Дружник, вы вкололи человеку смертельную дозу и оставили его умирать. Мучительно умирать. Только не надо меня совестить. Роско был отменной мразью, вором и взяточником. Ну, написали бы на него заявление. Пошли бы в милицию, в ОБХСС. В ОБХСС. И кто бы первый попал под раздачу? Я? Дружник, вы солидный человек, занимаете немаленькую должность. Думаю, Игорь прав. Выбор у вас был. Желая избежать высшей меры наказания, Илья Дружник дал показания против руководителей Оркоэнергостроя, обвинил их в том, что именно они принуждали его к мошенничеству с квартирами. Все виновные понесли наказание от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Маргарита Лебедева получила квартиру в новом доме, но, разумеется, не ту, которую обещал ей Роско. Вскоре подала на развод и очень быстро разменяла квартиру, чтобы поскорее переехать из дома, где погиб ее любовник. Спустя какое-то время Лебедева уехала из Одессы. Хотела начать новую жизнь. Илью Дружника приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Субтитры создавал DimaTorzok